Человек, мы продолжаем цикл занятий, посвященный актуальным вопросам Малахи, связанным с медициной, в особенности с пандемией коронавируса, в которой мы живем сейчас. Эта эпидемия поставила целый ряд сложных вопросов и моральных дилемм, с которыми приходится мериться. И, по возможности, мы стараемся осветить точку зрения Аллахи в отношении к этим вопросам. Сегодняшняя тема – это экспериментальные лекарства и опыты по проверкам прививок. При обычных болезнях, вспышках различных эпидемий мы редко приходим к таким вопросам, потому что на сегодняшний день порядок очень строгий. Любое лекарство, прежде чем его разрешают к использованию, оно проходит много-много проверок, испытаний. Проходит иногда целые годы до тех пор, пока органы, которые должны проверять и давать разрешение, позволяют использовать то или иное лекарство. Но с коронавирусом все получилось иначе, потому что к такой эпидемии мир не был готов. Все нужно было придумывать по ходу, и времени на обычный процесс испытания лекарств не осталось. И появился целый ряд предложений использовать ряд лекарств, которые раньше использовались против других болезней, или использовать коктейль из нескольких лекарств и тому подобное. И была известна эта история вокруг лекарства, которые использовал доктор Владимир Зеленко, с тем, как его попытались ошельмовать и обвинить его, что знает в чем. И публиковали подделанные и сфальсифицированные результаты клинических исследований, поскольку хотели продвинуть другие лекарства, конкурирующие. Понятно, что в этом очень много грязи и лжи, ибо фармацевтическая промышленность на сегодняшний день – это миллиарды, сотни миллиардов долларов, и деньги там очень большие, и поэтому ожидать там каких-то... какого-то честного подхода к этим вопросам не стоит. Но так или иначе, получилось так, что, по крайней мере, ряд препаратов, препаратов, которые не были раньше проверены, были разрешены к использованию, несмотря на то, что существует серьезное опасение различных побочных эффектов, которые могут быть опасными и для здоровья, а может быть даже в некоторых случаях и для жизни человека в определенных ситуациях. Можно ли прописывать подобные лекарства для больных коронавирусом? Можно ли самим больным соглашаться принимать такие непроверенные лекарства, когда их воздействие сопряжено с серьезным риском? Вот это первый вопрос, которым мы займемся. Основой для обсуждения здесь будет известное положение, в соответствии с которым нельзя подвергать себя опасности, даже если речь идет не очевидной опасности, а только определенной возможности опасности, при всем при этом делать это нельзя, даже если речь идет о спасении другого человека, то есть подвергнуть себя некоторой опасности, несмотря на то, что это только определенный шанс неочевидной опасности, даже для того, чтобы спасти человека другого от очевидной опасности, нельзя. Основа – это уже не раз цитировавшийся здесь респонс Радбаза Раби Давид бен Зибра, который был в 16 веке главным раввином Египта, Хахамбаши в Египте. И вопрос, который он разбирал, был вот какой, когда правитель в каком-то месте предложил еврею спасти осужденного на смерть тем, что он, этот еврей, разрешит отсечь себе какой-нибудь из органов его тела. Ну, так, чтобы не умереть, руку или еще что-нибудь, выбить ему глаз, что-нибудь подобное. Радбаз подбробно обсуждает этот вопрос, объясняет, что несмотря на то, что речь идет о спасении жизни осужденного на смерть, при всем при том человек не обязан жертвовать органами своего тела, если он так сделает это, безусловно, заслуживает похвалы его действия, но при этом, при всем при том, если есть хоть небольшое опасение, что подобная операция приведет к опасности для жизни, то тогда это не только что не обязано, но и запрещено это делать. Так, еще раз, запрещено подвергнуть себя даже сомнительной опасности, даже для того, чтобы спасти другого человека от очевидной опасности. Понятно, что эту идею, которую сформулировал Радбаз, нельзя ее развивать до беспредела, до крайности. Нельзя подвергать себя даже сомнительной опасности, даже неочевидной опасности. Но понятно, что если речь идет о каком-то разумном риске, которому мы все подвергаем себя в повседневной жизни, то это, конечно, не запрещено. Как это определить? Что означает разумный риск, который позволен? Хотя бы те вещи, которые мы все делаем для того, чтобы выезжать на работу, для того, чтобы работать и зарабатывать себе на жизнь, либо для удовольствий, мы все готовы садиться в машину для того, чтобы отправиться на работу или отправиться в отпуск, или отправиться вечером на какое-то увеселительное предприятие. Хотя, безусловно, поездка на легковой машине сопряжена с определенным риском. Есть определенный процент людей, которые попадают в дорожные происшествия, в аварии, выходят сраными, а иногда, не дай бог, и погибают. При всем при том, вот этот уровень опасности, который представляет собой, хотя бы для примера, поездка на легковой машине, или купание в море, несмотря на то, что, безусловно, тоже существует определенный процент людей, которые, отправляясь купаться на море, не возвращаются. Такое тоже есть. Но вот этот небольшой риск, который мы все на себя принимаем для работы и для удовольствия, безусловно, представляет собой, как минимум, вот тот уровень разумного риска, который позволен принять, для того, чтобы спасти другого человека, а уж тем более, и здесь мы сейчас приходим к другому вопросу, спасти самого себя. Иными словами, перед нами человек, который болен, у него, вот, он заразился коронавирусом, и причем заразился им в тяжелой форме. Ему предлагают лекарство, которое может его излечить, у которого неплохие шансы на излечение, но при всем при том, оно связано с побочными, определенными эффектами, которые могут привести к вреду и по здоровью, или, может быть, даже опасности для жизни. Имеет ли право человек подвергнуть себя самого подобного рода опасности для того, чтобы вылечиться от коронавируса? Здесь заметим, что речь идет не о спасении другого человека, а о спасении себя самого. Можно ли подвергать свою жизнь определенному риску для того, чтобы излечиться от болезни? В литературе обсуждались вопросы довольно близкие к тому вопросу, который мы сейчас разбираем, и, может быть, посмотрим действительно один из таких текстов. Это респонс Швуд Яаков, Рабияаков Ришер, он был раввином в целом ряде немецких городов в самом начале XVIII века, был и в Адзбехе, был и в Праге, в Вормсе, потом перешел в Мец, во Франции. Очень-очень известный и авторитетный Пусек. Вот посмотрим, что он пишет. Разбирает он следующий вопрос. Мирофэ Мумхэ, значит, пришел к нему вопрос от врача. Шехалайет хольё, шекаров ламут, есть у него больной, который умирает. Виколяруфимом димши, вода ямут, и все коллеги этого врача говорят, что это безнадежный больной и шансов на спасение его нет. Причем настолько он безнадежный, что он обязательно умрет, тох, йо-мо-мо-мо-ям, ему всего-то осталось жить день-два. Но при всем при этом врач знает, что есть некое лекарство, которое можно ему применить. И есть определенные шансы того, что лекарство это поможет, и человек сможет вылечиться совсем от своей болезни. Но с другой стороны, гамы в шарлефех есть определенное опасение. Это лекарство связано с опасностью. Может быть побочный эффект, который может привести к тому, что больной умрет. Ши-ми-ка-хри-фу-азу и-ми-но-та-цле-ха свишаном я-мут-ми-ят. Ток-ша-а-он-ша-тань. И наоборот, он умрет не только... Если его не трогать, день-два он протянет. Если применить ему это лекарство, то либо оно поможет, и тогда он выздоровеет совсем, но, может быть, оно не только не поможет, а наоборот обострит болезнь, и тогда он умрет за несколько часов. Можно ли попробовать излечить его таким лекарством, которое имеет определенную опасность? и вот Швуд Яков пишет свой ответ. Шува. Уильши-дин-зэу динейны-фашот-намаш. Поскольку мы говорим сейчас то, что называется динейны-фашот, то есть законы, связанные с жизнью и смертью, мы рассуждаем здесь о жизни и смерти людей. Царик льет матун, мы его от Бешейля окажем. Поэтому нужно обсуждать этот вопрос, не торопясь, вдумчиво и не торопясь, взвешивая все за и против. Бешей ваха керот убдикот. Киколямеабет нафишахат мисрель, поскольку уже сказали мудрецы, каждый, кто становится причиной гибели хотя бы одного человека из народа Израиля, это равноценно тому, что он разрушил целый мир. Вахейнлеэфих, и с другой стороны наоборот, колямекаем нафишахат, каждый, кому удалось спасти хотя бы одного человека, жизнь хотя бы одного человека, киилу киемулам мале, все равно, что он спас целый мир. Вели хора. Ну, после таких предисловий, если уже перейдем к конкретному вопросу, лихора нере. Деше вальтас и одиф. Лучше было бы, навскидку, лучше было бы прибегнуть к позиции пассивного ожидания. То же называется шеф вальтас и ничего не делай. То есть есть перед нами процесс больной умирающий, он умирает, он умрет в любом случае, но день-два он протянет. А из-за того, что нам предлагают сейчас сделать, он может умереть намного быстрее. Так, может быть, лучше не вмешиваться в этот вопрос, зачем нам влезать в это. Ки хаэшиданлы хаэша, ведь на самом деле, если мы, благодаря нашим мерам, приведем к тому, что жизнь его сократится с двух дней до двух часов, то это тоже преступно. Ибо хаэй, то, что называется хаэйша, то есть даже очень краткосрочная жизнь, мы об этом говорили не раз, жизнь – это вещь бесценная. И поскольку она бесценная, то она не измеряется днями, часами, годами и так далее. И несколько, хотя бы день-два жизни, они не менее ценны. Сами по себе они ценны. Так же, как и многие годы. Так, если мы в результате наших действий можем привести к тому, что больной умрет у нас на руках, как это бывает, когда предлагают операцию, операция может одной из двух. Человек очень серьезно болен, и у него серьезные очень проблемы, и предлагают эту операцию. Говорят, да, вы знаете, есть 30-40% вероятности того, что операция эта удастся и тогда вылечиться, но есть определенный процент, 10-15-20%, и того, что он может умереть просто на операционном столе, не выдержать операцию. Так, может быть, зачем нам влезать в это? Мы знаем, что даже запрещено сокращать жизнь человека сколько-нибудь, даже когда находится больной в состоянии агонии, то закрыть ему глаза в этот момент тоже нельзя, ибо, может быть, всего лишь на секунду приближают его смерть. Так, может быть, не входить в это дело? И мы знаем, и в законах субботы, известный очень закон, можно нарушать субботу для того, чтобы спасти человека, которому жить-то всего лишь осталось, может быть, несколько часов, как в случае, который мы уже разбирали, когда случился обвал, и под обломками погребен человек, может быть, он жив, а может быть, уже и нет, но даже если он жив, после того, как на него свалились бетонные глыбы, так, скорее всего, больше нескольких часов он не протянет, и все равно, даже для того, чтобы дать человеку еще час-два жизни, мы все равно, нам разрешено нарушать субботу, не только разрешено, повелено, поэтому, по идее, с первого взгляда, лучше в это не вмешиваться, если мы можем привести к тому, что больной умрет на операционном столе, но с другой стороны, когда я стал размышлять более глубоко, то теперь, мне кажется, может быть, наоборот, позволить это врачебное вмешательство, понятно, где мы приближаем смерть человека хотя бы, сокращаем его жизнь хотя бы на несколько часов, то, конечно же, это означает, это расценивается как убийство, нет сомнений, но там речь идет о ситуации, в которой мы не пытаемся с другой стороны его спасти, и для нас жизнь даже всего лишь на несколько часов это является безусловной ценностью, по сравнению с другими вещами она ценность бесконечна, но если мы ставим на две чаши весов, с одной стороны, жизнь временная, а с другой стороны, шанс излечиться и прожить после этого долгие годы полноценной жизни, быть может относительная ценность здесь, это то, что называется хаейша, то есть временный, короткий, несколько часов жизни, может быть относительно жизни, полноценной на многие года, быть может здесь мы сделаем другой выбор, и мы в шарше, алидеры, фуазу, шенотен, луи, тропены, гамры, если врачи говорят, что есть неплохие шансы того, что это лекарство, или это операция, которую мы сейчас хотим ему сделать, она может привести к полному выздоровлению, вода и луи хайшин луи хаеша, в таком случае, когда на одну чашу весов положен шанс полного выздоровления и многолетней жизни, а на другую чашу весов опасение, что вместо двух дней человек проживет час-два или умрет на операционном столе, то здесь мы выберем долгую жизнь, шанс долгой жизни. Более того, мы можем найти подтверждение этому нашему соображению книги Тората Адам, которую написал Рамбан, Рамбан, который был не только величайшим мудрецом в области Торы, но и известно, что зарабатывал на жизнь именно врачебной практикой, и он написал целую книгу, посвященную вопросам врачей и медицины, называется Тората Адам, и там он пишет И там он говорит это буквально, что хотя всюду и везде мы знаем, что мы ценим жизнь даже на несколько часов, но не там, где это приходит в столкновение с шансами на полное выздоровление и полноценную жизнь на протяжении многих лет. Там, в таких случаях, когда на чашу весов поставлено, брошено с одной стороны, возможность излечения, то мы не опасаемся того, что мы можем привести с другой стороны к сокращению жизни человека, если есть хороший шанс на выздоровление. И с этим согласны большинство авторитетов. имкен, гамкен, бенедонзе, киванши вода ямут. Поэтому в нашей ситуации, когда есть человек, который, если не будет никакого врачебного вмешательства, он наверняка умрет. А благодаря операции, которые предлагаются, есть шанс спастись. Хотя, с другой стороны, есть шансы ускорить его смерть. При всем при том, манихима, бадаева, здесь мы предпочитаем шанс на спасение. Но, конечно же, нужно здесь поставить определенные преграды и ограничения. А именно, это не может быть решением одного врача, который говорит нам, что вот есть возможность его, скажем, прооперировать. Хотя есть опасение, что он умрет на столе, но при том, при том, есть хорошие шансы на успех, и тогда будет полное выздоровление. Врач обязан в таком случае советоваться с консилиумом врачей-специалистов. И этот консилиум должен решить Альпиров Деот. Он должен решить большинством, что есть действительно шансы на выздоровление. Причем, говорит здесь, большинство должно быть качественным большинством. Дайн Руба Даминков, Шу Кефель. То есть, это не должно быть, скажем, в случае, когда три врача совещаются два против одного. Должно быть, как минимум, в два раза больше тех, которые дают шансы на выздоровление, чем те, которые смотрят пессимистически. И тогда, с такими результатами, можно прийти к городскому раввину. И городской раввин может разрешить подобного рода вмешательство. Это вывод Шевут Яаков. Еще раз, речь идет об авторитете начала XVIII века. Но нужно сказать, что ситуацию, которую мы разбираем, она все-таки отличается. Так вообще работает Аллаха. Когда у нас возникает новый вопрос? Вот ситуация, которую мы сейчас разбираем, больной коронавирусом в тяжелой форме, и есть лекарства, которые, с одной стороны, дают им очень хорошие шансы на выздоровление, а с другой стороны, есть определенный шанс того, что он может и погибнуть, или, по крайней мере, будет нанесен вред его здоровью из-за побочных эффектов этого лекарства. Как подходит Аллаха к таким вопросам? Мы прежде всего обращаемся к литературе, смотрим, есть ли подобные вопросы, которые разбирались более ранними авторитетами. А затем мы начинаем проверять та модель, которую они разобрали, подходит ли это к нашему случае или нет. Ибо жизнь бесконечно разнообразна. И когда мы разбираем конкретные случаи, это очень часто, что оказывается, что не совсем это похоже. Давайте действительно сравним. Во-первых, там разбирался случай у человека безнадежно больном, который больше дня двух не протянет. В нашем случае это не так. Большая часть даже тяжело больных коронавирусом, есть, конечно, серьезная смертность, особенности у людей старых с дополнительными болезнями, но в общем и целом даже в группе пожилых людей старше 65 лет речь идет где-то о 15% умирающих. Значит, это не безнадежный случай, в отличие от того, что разбирал Швуд Яков. Поэтому там он говорит, что нужно воспользоваться возможностью и если есть хорошие шансы на выздоровление, нужно это предприятие, потому что иначе человек наверняка умрет, у нас не такой случай, у нас много меньше, потому что там он говорит, что в результате предлагаемого курса лечения, если он будет неудачным, то больной может умереть за час-два или операции, за которые больной не выдержит, может умереть прямо на операционном столе. В нашем случае это не так, речь не идет об опасении того, что мгновенно умрет, есть побочные эффекты, которые могут быть, они могут сказаться и есть определенный шанс того, что это может быть даже летальный исход, но не настолько жестко и не такое опасение, как в случае, который разбирал Швудьяков. Поэтому кажется, что наш случай в общем и целом он более легкий и куда более близкий к тому, чтобы разрешить использование этих лекарств. И вот, что пишет по этому уже наш современник. Это Раваш Рвайс, который издал еще в самом начале это было, если я не ошибаюсь, в апреле, да, в апреле вышел этот его первый сборник по поводу вопросов, связанных с коронавирусом. И в этом сборнике вот, что он пишет. Я читаю. То есть, который мы разбираем больной коронавирусом, это куда легче, чем тот случай, который разбирал Швудьяков. Уже там речь шла о безнадежном больном. Это не так в случае коронавируса. Там то, что он говорит, когда мы бросаем на две чаши весов с одной стороны определенный шанс на спасение, а с другой стороны опасение смерти. В нашем случае, с одной стороны, казалось бы, человек не настолько сильно болен, поэтому зачем ему влезать в опасную ситуацию, зачем ему брать лекарство, которое может нанести ему вред, это с одной стороны. Но с другой стороны, опасность от лекарства намного меньше. И мы знаем, что мы постоянно, когда мы обращаемся к врачам, и нам предлагают определенные средства лекарственные или операции, любая операция есть у него определенный шанс осложнений. Даже еще до операции, когда человеку дают наркоз, даже при этом есть определенный шанс осложнений. И, конечно, каждая операция имеет шанс осложнений. При всем при том, мы все, и эта вещь совершенно принята, мы используем оперативные средства лечения, идем на операции, принимаем различные лекарства. Несмотря на то, что эта операция может принести, есть определенный шанс того, что она нанесет вред, так это и в нашем случае. Предлагается лекарство, у которого есть побочный эффект, и они могут навредить человеку, но вместе с тем, поскольку это не очевидный вред, и поскольку это только определенный шанс, определенный процент, то, по идее, им можно пренебречь. Поэтому, Кварби Артси, продолжай дальше, Раваш Рвайс, шимутарлула адамны и конеслосакадамису емитрухоканыцорах парнаса, уиня ним, и уж тем более, если мы вспомним то, что говорили раньше, что мы все идем, даже не в вопросах жизни и смерти, просто для того, чтобы заработать на жизнь, мы все идем на определенный риск, когда садимся в машину и едем по улицам города, что иногда может закончиться и аварией, и всякими неприятностями, для того, чтобы работать, или просто для удовольствия ездим в отпуск, поэтому и в нашем случае, конечное его решение, что можно позволить больному коронавирусом принять экспериментальное лечение, экспериментальное лекарство, которое еще не до конца проверено, и которое может вызвать побочные эффекты, все это для того, чтобы вылечиться, альматлы и тропеми мхалата корона, афши и вшарши и гарем лолидеизы, нэзик и блютин. Все это, несмотря на то, что есть определенная опасность того, что будет побочный эффект, который может нанести вред его здоровью. Ахзот Пшитова, но то, что нам совершенно очевидно, что, предлагая лекарство подобного рода больному, обязаны поставить его в известность. И только после того, как человек услышал, и он понимает, что это связано с определенной опасностью, и, несмотря на это, согласился, только после этого врач имеет право применять к нему такие лекарства. При всем при том, ниреот, один шаг назад делает равайи. Если речь идет не о пожилом человеке, а это большая часть тех, кто болеет тяжело, а если мы берем здорового и молодого человека, который заболел, вот здесь большой-большой вопрос, можно ли ему брать экспериментальные непроверенные лекарства, которые могут нанести вред его здоровью. Ибо опасность от коронавируса для него минимальная, поэтому из-за такой минимальной опасности брать лекарство, которое связано с опасностью побочного эффекта, вряд ли стоит. Поэтому даже в ситуации, когда мы говорим, знаете, может быть, ему это не нужно, но, по крайней мере, будет большая польза от того, что он примет это лекарство, и мы сможем на клинической картине его болезни выяснить, помогает такое лекарство или нет, пусть, это, конечно, большое дело, большая заповедь, большая митсва, но пусть эту митсву выполняют другие люди, те, которые действительно более серьезно больны, то есть люди более пожилые, для которых сложное течение болезней представляет собой опасность, для них, безусловно, куда лучше, чтобы они брали эти лекарства, для них это оправдано, ибо для них есть опасность для жизни от коронавируса, пусть они пробуют на себе эти экспериментальные лекарства, чем это будет делать молодой и здоровый человек, для которого коронавирус не представляет опасность. Вот это первый вопрос, который мы рассмотрели, и сейчас мы переходим к другому вопросу, более сложному. Прямо сегодня одна из серьезных, очень фармацевтических компаний, Модерна, сообщила о успешном завершении первой стадии испытаний прививки от коронавируса и переходе к второй стадии. Что означают эти испытания? В обычной ситуации означает следующее. Берутся две группы людей. Одним дается выработанная прививка, которую хотят испытать, а другим дается плацебо, то есть пустые совершенно капсулы, не содержащие никакого активного элемента. И смотрят, каков будет уровень заболеваемости в обеих группах и сравнивают. И если мы видим, что та группа, которая получила прививку, испытываемую, заболеваемость в ней намного ниже, то тогда это означает, что прививка эта хорошая и можно продвигаться дальше до тех пор, пока мы не выйдем на промышленное ее производство и применение на практике. С коронавирусом все намного сложнее. Да потому что вследствие коронавируса мы все ходим с масками и к тому же стараемся, даже имея маски, не приближаться друг к другу более чем на полтора-два метра. Поэтому в результате даже те люди, которые не получают никакой прививки, их шансы на заболевание не такие большие. Поэтому серьезные проверки, серьезного эксперимента по воздействию этой прививки мы не получим. Проверка не состоится. Поэтому производители прививки пробуют более рискованную вещь. Они берут две группы и предлагают обеим группам, одна группа получила прививку, вторая получила плацебо, и они предлагают конкретно заразить их коронавирусом. То есть прийти в непосредственный контакт с вирусом, с раздражителем болезни. Вот здесь вопрос, можно ли участвовать в таких группах. Может ли человек быть в данном случае добровольцем среди тех, кто испытывает на себе? Уж в особенности понятно, что вопрос становится более сложным, если мы поймем, что он может попасть в группу, которая уже не знает, какую таблетку он принимает. На таблетке не написано, это прививка или плацебо. Он может попасть в ту группу, которая не получает прививки и их заражают конкретно коронавирусом. Это опасно. Есть определенный процент смертности. Можно ли участвовать в таких опытах? И снова мы обращаемся прежде всего к классической литературе. В конце 18 века и в начале 19 века очень активно обсуждался вопрос о вскрытии мертвых, прежде всего для изучения анатомии. Студенты в институтах изучают анатомию, вскрывая трупы. А также для клинических исследований, в особенности, когда мы знаем, что перед нами человек, который умер от какой-то болезни, и его не удалось вылечить, и врачи хотят его вскрыть для того, чтобы извлечь пользу и знать, какие ошибки в следующий раз не делать. И они говорят, что вскрытие подобное, вскрытие умершего человека от какой-то болезни, оно дает нам лучшие шансы на излечение следующих больных, которые будут в дальнейшем, и это приведет в конечном итоге к спасению жизни. Как Аллаха смотрит на этот вопрос? Аллаха сталкивается здесь с совершенно серьезным запретом. Запрещено разрезать, распарывать труп человека. Труп человека умершего должен быть предан земле, и надругаться над его трупом нельзя. Здесь нам говорят, да, понятно, это запрет, запрещено. Но ведь речь идет о медицине, мы стараемся спасти жизнь. А ведь известно, что все законы Торы отступают перед пику Ахнефиш, перед шагами для того, чтобы, перед спасением жизни. Поэтому почему бы не разрешить нам запрет на сквернение тела умершего человека для того, чтобы благодаря этим вскрытиям научиться лучше лечить и тем самым прийти к спасению жизни других людей. Вот этот вопрос Равин из Праги, Рабихескин Ландо, автор «Респонсов нудабы иуда», обсуждает в конце XVIII века вот, что он пишет. А Шиила, Абамики, Латкодыш, Лондон. Конкретный вопрос ему был задан из еврейской общины Лондона. Человек там, был там больной человек, и, в общем-то, такая, на сегодняшний взгляд, как мы смотрим, страшная болезнь. У него были камни в бочевом пузыре, и ему сделали операцию для того, чтобы излечить его от этой болезни, но она не увенчалась успехом, и он умер. И врачи хотят провести вскрытие для того, чтобы понять, почему, что произошло, почему им не удалось его вылечить, почему операция не была успешной. И говорят, что это поможет им в дальнейшем, в их дальнейшей практике. В дальнейшем, если они сейчас извлекут уроки из того, что произошло, то в дальнейшем, когда у них будут подобные больные, они будут лучше знать, как их лечить. Можем ли мы разрешить этот запрет осквернения тела умершего для того, чтобы спасать жизнь, ради спасения жизни? Отвечает на это Равахес Келандо Бенедон Дидан Эйн Кан Шум Холеши Царих Лизе. Сейчас, когда собираются вскрывать тело умершего человека, у нас нет конкретного больного, который сидит в коридоре и ждет, когда ему заходить на операцию по удалению камней из мочевого пузыря. Речь идет о том, что мы в дальнейшем для гипотетических больных, которые могут появиться в дальнейшем, мы хотим знать, как их лечить. Только Широцим Лильмот Хохмазу, поэтому в данный момент интерес он теоретический. То есть врачи хотят научиться лучше делать операцию по удалению камней, но по крайней мере сейчас это теоретическое изучение. Они понимают, что в обозримом будущем очень может быть, что им попадет в их клинику, попадет больной с подобной же болезнью, с камнями в мочевом пузыре. Так вот, эта ситуация не называется пикохнефеш. Здесь речь идет, еще не идет о спасении жизни. Спасение жизни – это то, когда у нас есть конкретные больные, которых нужно лечить. Поэтому ради таких соображений, ради спасения жизни в будущем, которое может быть, ради этого нельзя нарушить запрет ТОР. Или даже запрет мудрецов. Потому что если мы подобное соображение на будущую пользу для медицины назовем спасением жизни, то мы тогда разрешим вообще все запреты субботы для спасения жизни. Пример. Возьмем такой пример. Вот на сегодняшний день, скажем, если случается авария на трассе Иерусалим-Тель-Авив, то пока скорая помощь доставит раненого человека в больницу, в реанимацию, то на это уходит, не знаю, 8-10 минут. Но если мы пробьем туннель через гору и сможем срезать путь, который проделывает на сегодняшний день по существующему шоссе скорая помощь, то мы сократим время пребывания в больницу до 4 минут. А 8 или 4 минуты это иногда вопрос жизни и смерти. Так может быть мы позволим на сегодняшний день продолжать работу для того, чтобы прорубить туннель и проложить новое шоссе. И разрешим это в субботу, потому что это в конечном итоге приведет в дальнейшем к спасению жизни людей, которые могут попасть в аварию, и если это будет серьезная травма, то их быстрее доставят в больницу и тем самым спасут жизнь. Можем ли мы сегодня нарушать субботу, строя, прокладывая такое шоссе? Ответ, очевидно, нет. Это то, что говорит нам Рабланду. То, что называется пикуахнефиш, когда Аллаха говорит о том, что можно разрешить запреты, запреты Торы, для того, чтобы, для спасения жизни, речь идет о конкретном, о конкретной опасности. Причем даже когда это конкретная опасность, может быть сейчас еще опасности нет. Есть сафек пикуахнефиш. У нас есть шанс того, что разовьется. Что это значит? Что сейчас перед нами есть больной. К примеру, есть больной, который сейчас, в общем-то, он серьезно болен. И задается вопрос, вот будет сейчас пост 9-го Аба, поститься ему или нет. И врач говорит, на данный момент опасности нет. Но если он будет 24 часа поститься, то это может привести к тому, что болезнь обострится, обострится и тогда будет опасность. На что любой раввин скажет, если так, пусть не постится, пусть ест. Хотя опасность будет в будущем, да, но больной есть уже сейчас. И его ситуация сейчас, больного в данный момент, может развиться так, что возникнет опасность для его жизни. Это называется опасность для жизни, называется пикуахнефиш. Ради этого нарушаем запреты мудрецов и даже запреты Торы. Но для того, чтобы разрешить сейчас вскрытие трупа, для того, чтобы в дальнейшем, если будет такая же болезнь, чтобы мы лучше умели ее лишить, это не называется пикуахнефиш и нельзя это разрешить. Казалось бы, на этой основе нужно было бы сказать, что если у нас есть запрет подвергать себе опасности, этот запрет мы обсуждали, запрещено еврею подвергать свою жизнь опасности, то для того, чтобы в дальнейшем сумели фармацевтические компании разработать вакцину, прививку против коронавируса, то поскольку речь не идет о спасении жизни конкретно сейчас, это не то, что мы сейчас испытываем конкретное средство для больного, который лежит в соседней палате, сможем ли мы его спасти, а речь идет только о очень будущих вещах, то, по идее, это не называется пикуахнефиш, это называется спасением жизни и нельзя разрешить этот запрет. Но вместе с тем, вместе с тем, ряд по с кем говорят, что можно принимать участие в таких опытах. Первым из них я хотел бы посмотреть то, что написал Шлон Азерман Нойербах, это крупнейший авторитет Аллахи прошлого поколения. Вот что он пишет. Читаю. Бедвара шина и мутар лыца да аллаха лыитнадеблы истакен лышема рахат труфат хадишот. Он не разбирает вопрос о вакцине, он разбирает вопрос о том, чтобы человек добровольно принял участие в опытах по тестированию экспериментального лекарства. Может ли человек здоровый подвергнуть себя некоторой опасности, которая есть в тестировании нового лекарства. Представим себе ситуацию сначала не с болезнью. Гипотетическая ситуация. Хищные животные начинают атаковать людей. Предположим, мы живем в каком-то городе, который подвергается нападению хищных животных. И с ними надо бороться. Может быть борьба с этими хищными животными, даже если мы не прибегнем к вопросам, не будем рассуждать об этом в категориях пикуах нефеш, спасение жизни, но это не исключено, что входит в другую категорию, а именно мельхамед митцва. Это заповеданная война. Есть два понятия валахе. Есть мельхамед рашут. Есть война, на которую имеем право. Если царь Израиля или замещающие его органы управления считают, что необходимо провести какую-то военную операцию против какой-то там соседней или не очень соседней страны, на сегодняшний день уже воюют не только с соседями, но и с теми, которые находятся далеко. И они получают на это, обращаются к авторитетам Торы, к Санедрину. Это в идеале. И Санедрин взвешивает этот вопрос и дает им добро, то это то, что называется мельхамед рашут. И в этом случае, если Санедрин не уверен, что нужно влезать в эту авантюру военную, то делать этого нельзя. Генералам придется искать другие способы разрешения проблемы. Но есть понятие мельхамед митцва. Мельхамед митцва – это, например, в том случае, когда враг атакует и есть опасность конкретная для страны, для ее жителей, то в этом случае это заповеданная митцва, то есть каждый обязан, здесь есть обязанность принять участие в этой войне для того, чтобы обороняться, для обороны атакующего противника. И в данном случае даже не спрашивается Медри, нужно ли воевать или нет, а люди встают под ружье и боют. В нашем случае он начинает здесь, мы не говорим о атакующем неприятеле. Пример, который разбирает Рапслой Мизальма Мойербах, атакуют здесь хищные, хищные звери. Но хищные звери тоже опасны. Может быть, менее опасны, чем террорист с гранатометом, да, но вместе с тем представляют собой опасность. Поэтому не исключено, что борьба с ними входит в категорию Минхамед Митцва заповеданная война. И тогда, я читаю дальше, хотя сегодня у нас нет ни царя, ни Санедрина, которые могут разрешать подобные вопросы войны, жизни и смерти. Но при всем при том, то есть вопрос о том, чтобы идти на войну, понятно, люди, которые идут на войну, они не только стреляют в других, но в них тоже стреляют, они подвергают свою жизнь опасности. Так там, где есть цари Санедрин, которые могут принять решение о начале боевых действий, они тем самым подвергают армию, солдат, они подвергают опасности. Сегодня, хотя у нас этого нет, но при всем при том, афилу бихайгавна, шеяхид луая, если это Минхамед Митцва, если это заповеданная война, то тогда на это можно дать разрешение. Даже в тех случаях, афилу бихайгавна, шеяхид луая, афилу бихайгавна, даже в том случае, когда отдельно взятый человек, мы не нашли бы в его действиях спасения жизни. То есть, то, что говорят нам авторитеты прежних поколений, что там, где нет сиюминутной опасности, и речь идет о том, что в дальнейшем врачи будут лучше знать, как лечить, это не называется саканатный фаршот, не называется пикуахнефиш, это не спасение жизни сейчас. Да, это верно. И поэтому с этой точки зрения нельзя было бы принимать участие добровольно в опытах по тестированию нового или проверенного лекарства. Но, с другой стороны, со стороны Мельхамеда Митсва, не исключено, что борьба с болезнью, так же, как борьба с хищными зверьми, так же, как борьба с террористами, является, входит, по крайней мере, подпадает под определение Мельхамеда Митсва заповеданная война. И тогда, конечно же, в таком случае любой человек имеет полное право подвергнуть себя опасности, подобно тому, как подвергают себя на опасности люди, идущие на заповеданную войну. И тогда мы скажем, что можно было бы принять участие в группах тестирующих лекарства, и это было бы разрешено. Так писал Равой Эрбах. Ну, надо сказать, что не все с ним согласны. Многие говорят, что быть может его параллель с ним слишком далекая, может быть, он зашел слишком далеко, сравнивая участие в тестировании экспериментального лекарства с Мельхамедом Митсва заповедной войной, ибо, кстати, заповедной войной все обязаны. Здесь мы идем, здесь мы ведем речь о том, чтобы разрешить человеку принять участие добровольно в тестировании нового лекарства или вакцины. А что касается Мельхамеда Митсва, там вообще-то все обязаны идти под ружье. Но, с другой стороны, я здесь снова обращаюсь к тому, что писал Раваш Рвайс в своем сборнике о вопросах коронавируса, связанных с коронавирусом. И там он проводит следующую идею. В каждом нормальном обществе должны быть люди, которым позволено выполнять необходимые для общества функции, несмотря на то, что эти функции связаны с повышенной опасностью. В любом обществе должна быть армия и полиция. Безусловно, служба в армии и служба в полиции это служба более опасная, чем служить в почтовом ведомстве или служить в министерстве финансов или в министерстве здравоохранения. Кстати, даже в министерстве здравоохранения люди, которые занимаются эпидемиологией, они, безусловно, оказываются куда более опасны, даже среди врачебных профессий, более опасны, чем акушер-гинеколог, или чем невропатолог, или чем ревматолог. Есть люди, которые подвергаются в своей профессиональной деятельности, подвергаются большей опасностью, чем все остальные иллюзии. И без этих людей общество не существует. Поэтому, по идее, любое нормальное общество должно позволить, чтобы люди, которые хотели добровольно идти на такую работу, чтобы они подвергали себя некоторой опасности. Доказательство тому из-за лохи до сих пор это общее соображение. Доказательство из источников оно вот какое. Читаю текст. Рамбом в законах о судях пишет следующую вещь. Лот-агуру-мипнеиш заповедь Торы обязывает судью, чтобы он никого не боялся, чтобы был абсолютно безбоязнен. Рамбом конкретизирует. Шилот-ума, чтобы судья не подумал, иш-пло-ни-раша, человек, которому я должен вынести сейчас приговор или судебное решение о том, что должен платить деньги, он вообще человек рукастый. Может быть, если я сейчас решаю не в его пользу, выношу приговор против него или решение о том, что он должен заплатить деньги, он может меня убить. или если не меня, он может убить кого-то из членов моей семьи, моего сына. Поджечь мой сток, вырубить мои сады, поджечь мой дом, уничтожить мою машину и так далее. такие вещи, и мая мимунел рабим хаявли издаке клеем. В таком случае, если это судья, которого назначили, то есть он занимает должность суди в общественном суде, он не имеет права на подобные страхи, он должен быстрашно свое решение принять, невзирая на лица, невзирая на опасность, которая может быть ему от осужденного им человека. Так пишет Рамбол. Вопрос, который поднимают более поздние комментаторы, у нас же есть правило, пикуах нефиш, там, где есть опасность для жизни, то все запреты Торы отодвигаются. Есть у нас запрет Торы, Тора говорит судье, лот агуру мимнаиш, ты не должен никого бояться, ты должен быть бесстрашным человеком, обязан выносить свои решения совершенно бесстрастно. Да, если это может кончиться убийством, если человек, который сейчас у меня судится, если я сейчас сужу человека, который недвусмысленно, может быть, своими глазами намекает на то, что если я ему вынесу обвинительный приговор, то он меня придушит, казалось бы, нужно здесь пойти на попятный, здесь, в данном случае, пикуах нефиш, это просто опасность для жизни, поэтому надо вынести ему срочный оправдательный приговор, разве не так? почему же Рамбов говорит нет, и в таком случае ты должен не думать об опасности для жизни и выносить приговор бесстрашно? ответ именно то, что мы говорили раньше. Если судьи будут бояться, понятно, там, где речь идет об очевидной опасности для жизни, не знаю, как в случае в Италии, когда судят какого-нибудь мафиози, который недвусмысленно намекает, что судья лучше попрощаться с жизнью, если он его засадит за решетку, об этом мы не говорим. Мы говорим о ситуации, в которой есть некоторое опасение судьи за жизнь своих, за свою жизнь или за жизнь своих близких или за свое имущество от того, от того решения, которое сейчас он вынесет. Другому человеку в такой ситуации мы бы сказали не влезай в это дело. Здесь есть человек, с которым ты сейчас ссоришься, этот человек, который не остановится перед насилием, поэтому не влезай, это может быть опасно для жизни. Зачем тебе это? Не влезай. Судье мы так не скажем. Ибо если мы так скажем, судим, то у нас не будет судебной системы. А без судебной системы общество жить не может. Потому что в том обществе, в котором нет судебной системы, как говорят мудрецы, впервые, вот люди друг друга живьем будут проглатаны. Нет возможности обществу существовать, если нет судебной системы, которая охраняет его от преступности. Поэтому такому роду людей, то, что не позволено другим людям, не позволено другим людям подвергать себя определенной опасности, судим это позволено. Точно так же это позволено и полицейским, и врачам, и военным, и так далее. То есть, есть целый ряд, целые категории людей, целый ряд профессий, которым позволено должно быть добровольно подвергать себя определенному риску, который выше разумного риска, о котором говорили раньше, потому что без них общество просуществовать не может. И если так, продолжает «Аваширвайс» «Ваавши эйнли да мод мильта ли мильта». И хотя, если мы попытаемся отсюда сделать вывод по поводу выработки вакцины, понятно, что если мы сравниваем Но это с тем, что писал Рамбом, эти случаи несколько далеки друг от друга. Это не абсолютное творчество. Миколь Маком, при всем при том, Нира Кенав, Венедон Детан. Все-таки при всех различиях между двумя случаями, кажется, пишет Раввайс, мы можем сделать подобного рода заключение и по вопросу, который мы сейчас обсуждаем. А именно, чтобы здоровый человек позволил заразить себя коронавирусом, для того, чтобы участвовать в группе, тестирующей вакцину. Да коль ши еш цорых латикунах евра. Каждый в любом случае, в котором необходимо для здорового существования общества. Рау и ла эмли миксата нашим, ашер на два рухам. Для этого следует позволить ряду людей, которые добровольно готовы принять на себя эту должность, которые добровольно готовы подвергнуть свою жизнь определенному риску, на итнадеблотовки димш еш баэм с канами суеми. Так же, как мы позволяем людям быть пожарными, полицейскими, военными и врачами-эпидемиологами. Поэтому и по нашему вопросу, а именно добровольно принять участие в группе тестирования вакцины, Адам Цаир, то есть человек молодой и здоровый, Бори Мутарлу Литнадев, он имеет право участвовать в группе проверки и намеренно позволить заразить себя, снова Бофен Вивукар, образом не пиратским, конечно, а управляемым образом, когда под наблюдением врачей и специалистов, позволить подвергнуть себя заражению коронавирусом, для того, чтобы попытаться найти, помочь фармацевтам найти должную прививку, выработать вакцину, которая сможет и спасти нас от этой пандемии, в которой мы живем сегодня. Продолжение следует...